Девочки, всем большой привет! Ну вот, подошел к концу месяц июнь. У нас сегодня очень-очень жарко. 43-44 до 46 градусов. Из дома выходить просто вообще не хочется. Кондиционер работает на полную. И в принципе дома нормально. Но вот только выходишь на балкон, открываешь дверь, прямо вот такой горячий комок воздуха врывается. Неделя у нас это очень было жарко. И вот самый пик на выходных. Муж на работе сейчас. Суббота, а завтра, воскресенье мы поедем, будем отмокать в море. Ну а я между тем хочу показать вам мои текущие процессы и законченные работы месяца июня. Чем я занималась в июне месяце. Итак, перед вами сейчас вышивка бисером. Это частичная вышивка. Наборчик чаривная мыть. Обложку, к сожалению, я уже куда-то пристроила. И поэтому не покажу. Ну, не факт. Не самая главная обложка. Самый главный результат. Итак, результат перед вами. Вот такая ракушка у меня получилась. Что могу сказать по данному набору? Результатом я недовольна. Я ожидала намного более лучшего и качественного, скажем так, результата. Да, сдалека и немножко в таком приглушенном свете смотрится очень хорошо. Прям даже мне нравится. Но как только подходишь чуть-чуть поближе, знаете, очень сложно угадать, что это ракушка. Я тут показывала мужу. Он сначала глянул с близкого, рассказывал, а что это? Он не понял вообще, что это такое. И я ему подальше отнесла. Говорю, а вот так. А, ну так видно, что это ракушка. В общем, не знаю. Мне кажется, что не очень удачная разработка. Это одно. А второе, бисер здесь толкался. Мне приходилось пропускать какие-то бисеринки. В общем, от процесса тоже мало удовольствия. И сначала я списывала на свою неопытность, а потом я посмотрела видео Ксюши Арчи, где она показывала очень-очень много своих отшитых бисерных работ. И у нее есть мнение о разных наборах и производителях. Так вот, очередь на мыте тоже. Она рассказывала, что очень маленькие квадратики печатают на ткани, поэтому бисер не помещается. И вот происходит вот это толкание, неровность. Постараюсь показать сейчас вам поближе. Постараюсь показать вам деск бисера. Что у меня получится. Вот такая получилась ракушка. Буду признательна вам за ваши отзывы, что вы мне напишите, как вам нравится, не нравится, как вы вообще видите, наборы черивной мыть. И любое ваше мнение мне будет интересно. Также покажу, что у меня осталось по бисеру. Бисер у меня вот в таких двух ромашках. Весь бисер, в принципе, остался. Всего здесь хватило. Я его пересыплю в какие-то маленькие пакетики или контейнеры. Пусть лежит до какого-то момента. Может мне пригодится в каких-то прикладных моих вышивках. Ну и также хотела вам напомнить, что у меня есть вторая отшитая ракушка. Тоже это черивно мыть. Одинаковые по размеру работы. Предполагались в пару. Ну, вы знаете, на камеру смотрится еще как бы более-менее. А вот вживую почему-то мне не нравится. Ну, может быть, они полежат. Я как-то немножко пересмотрю свои взгляды. И, может быть, я их увижу по-другому. Вот, ну, посмотрим. Конечно, сюжет очень интересный, морской. Такие раковины. Ну, вот, было бы получше разработано. Можно было бы повесить на стену. А так, пока планирую сделать летние сумки. Но это уже не на этот сезон, а на следующий. Потому что как-то я вот из-за разочарования в этих наборах у меня испортилось настроение. Вот, поэтому пусть они полежат. В следующем году я к ним вернусь. Все, мой проект по бисеру черивновой закончен. Теперь я хочу перейти, показать вам мои текущие процессы. Чем я занималась еще в этом месяце. Еще в этом месяце у меня начался, опять же, процесс от Чариной Мэйти. Знаете, мне нравятся очень сюжеты этой фирмы. Но, к сожалению, вот некоторые наборы у них какие-то вот недоработки. Какие-то у них там проблемы происходят. И как-то меня это все расстраивает. Хотя я хотела бы еще покупать наборы. Но вот меня теперь уже этот момент останавливает. И я очень сильно задумываюсь. Итак, недавно я выкладывала видео о процессе черивной мыть вышивка лентами. Поэтому подробно рассказывать не буду. Нового здесь ничего у меня не появилось. Вот, что успела вышить, то успела. В следующем видео, которое буду делать об этой работе, будем вместе с вами вышивать. И буду показывать какие-то другие стежки. Постараюсь, по крайней мере, потому что, я уже говорила, здесь основная проблема, то, что ткань очень-очень жесткая. Это дело все не протыкается. Просто такие ужасные какие-то приходится делать дырки. Ну, не знаю. Буду еще учиться, буду пробовать. Сейчас ленточки мои хранятся вот в такой коробочке. У них много-много таких коробочек. Значит, показывала я комплектацию. Ниточками я практически вышила все, что требовалось. Нитками вышивается бэксич вокруг сиреневых цветочков. Да, я показывала. И вот немножко на корзинке. И потом будет использоваться при пришивании бисера. Так, ленты, ленты, ленты. Лент у меня здесь вот такая куча. Точнее, все ленты. Вот она, такая кучка лент. Очень интересно попробовать новенькое, повышивать ленточками. И я все-таки надеюсь, что у меня будет более-менее такой приличный результат, да. Хочется оформить в рамочку. Хочется оформить в рамочку и любоваться. Ну, там будет видно. Вот такой еще у меня начался новый процесс. И основной процесс, над которым я работала в этом месяце, это петух от фирмы Custom Crafts. Основное время я уделяла только этому процессу. Вышивается очень-очень легко. Я вышила чуть больше половины. Да, чуточку перешла я за половину. И все хорошо идет. Вот вы можете видеть результат. Ярко, красиво. Нита, конечно, целая куча припаркована. Ну, это такой процесс естественный. Особо здесь мне показывать, вам рассказывать нечего, потому что здесь нет каких-то мелких деталей. Вышивается все сплошняком крестиком. Просто цветовые пятна. Нитки очень качественные. Все блестит. Ну, в смысле, ниточка гладенькая, блестит. Ложится хорошо. Вышивается легко. Ну, особо больше рассказывать нечего. Вот, когда будет дошита вторая половина, мне осталось вышить три листа. Да, осталось вышить три полных листа. Ну, я надеюсь, что хотя бы половину вот этих трех листов я закончу в июле месяце. Я эти листы склеила вместе. Получилась у меня такая длинная портянка. И вот с ней я работаю. Вот, кстати, осталось такое небольшое пятно от схемы, потому что она откопирована, и видно, краска немножко притерлась. Но это не страшно отстирается. Вот. Ну, буду работать, девочки. Буду вам показывать свои результаты. И отвлекалась я от своего петуха на нескольких моих тоже начатых процессах, давно начатых. Это от панны вот такая подушка «Ветер». Я начинала этот процесс в рамках проекта «Апрель месяц стартов». Начала совсем немножко в середине. Так, сейчас, извините. Вот, начала в середине, буквально там два крестика вышила. Но из центра я не люблю вышивать. Я люблю вышивать снизу вверх, поэтому я все просчитала и приступила. Очень красивая вышивка, легко идет, эффект мне нравится, ниточки хорошие. Ну, что сказать. Все, я довольна этим процессом. Будет идти вот он так потихоньку до того момента, когда у меня что-то закончится, и я могу взять его более-менее основным процессом. Также для удобства я сделала вот такой органайзер. У меня остался материал упаковочный, что-то покупали, какую-то технику. Большой-большой кусок, и он такой был толстенький. Я его порезала на кусочки, и в центре порезала, и приклеиваю сюда, на двусторонний скотч, просто такие полосочки от пака. Пишу здесь номера, пишу здесь значки, и паркую иголочки. Очень удобно. Когда он от себя отработает, я просто его выброшу. Дешево, как бы, практично и удобно. Вот. Это мой такой процесс-помогалочка. Еще у меня был один процесс. Минуточку. И еще один процесс, которым мне захотелось заняться, это Риолис, материнская любовь, вышивка шерстью. И так здесь у меня очень-очень много, видите, матки, там, органайзер. Кстати, очень удобные папки оказались для организации процессов. Поэтому, девочки, советую, рекомендую взять на вооружение. Вышивка шерстью. Часто слышала от девочек, что летом как же можно вышивать шерстью, потому что жарко. Ну, честно, я не понимаю, как может быть от ниток жарко. Я же их на себя не одеваю и нитками не укутываюсь. Но от того, что я просто возьму в руку ниточку и вставлю в иголочку, как-то у них нет такой большой теплоотдачи, чтобы они меня нагревали. Ну, в общем, вышивается легко. Они меня не жарят, не парят, девочки, честно вам скажу. Очень хорошо все вышивается. И вот такой кусочек мне удалось вышить буквально за неделю где-то. Был у меня вышит в рамках премиси старта вот этот яркий кусочек. Здесь очень много было цветов. Потом я взяла, вышила контуры руки девушки, да, вот здесь очертания груди. И потом одной одним цветом взяла и погнала просто зашивать вот эти вот полосы, куски. Отдохнула от своего петуха, от смены ниток. Просто сидела и одной ниткой вышивала, вышивала. Вот здесь у меня отшит уже целый моток ниток. И я уже открыла второй моток. Дальше я буду переставлять также кюснапы и опять же пойду вышивать. Вот здесь будет уже малыш, тоже ручка. Очень легко вышивается. Результатом я довольна. Все мне нравится. В общем, процесс у меня идет хорошо. Так, девочки, пойду посмотрю. Может быть остались еще какие-то процессы. И вернусь к вам через минутку. Ну и совсем немножко я повышивала вот этот наборчик от Ласка. Очень красивый дизайн. Дизайн Ланарты. Перевыпущенный фирмой Ласка. Этот процесс у меня также организован в такой пластиковой коробочке. И вышиваю я его на пяльцах. Вышиваю, когда я уставши, мне хочется просто вот на кровати разлиться и там вышивать. Помогает мне моя игольница. С Божьей коровкой. Я ее очень люблю. Паркую сюда иголочки. Потому что вышиваю по цветам. И решила не делать каких-то больших органайзеров. Ну вот, процесс у меня здесь идет. Ну так, очень-очень медленно. Пусть себе идет. Вышиваю я сейчас, получается, гнездышко, где будут у нас яички каких-то птичек. Ну а потом уже все остальное. Ну, что хочу сказать. Вышиваю я на линде 27-го каунта от Свайгард. Очень приятно вышивается. Что у меня тут за нитки непонятные? Ничего не видно. Вот так. Приятно все вышивается. Мне нравится. Я вообще от линды получаю очень большое удовольствие. Нитки нормальные. У них, конечно, нет такого блеска, как у ДМС. Но, в принципе, не могу сказать, что что-то плохое. Нормальные нитки. Здесь входит в набор нитки Royal Brodery. Ну так написано. Так я вам и говорю. Ну а кону я меняла, вы помните. Вот такой еще есть процесс. И напоследок хочу показать вам мою гигантскую работу от Дом и Крафт. Это мои утки-мандаринки. Этот процесс я вышиваю на отдыхе, на отпуске, в дороге. Ну иногда вечером тоже могу пару ниточек вышить, потому что вышивается очень легко по нанесенному фону. И я уже говорила, что мне такие вышивки с нанесенным фоном, с качественным очень понравились. Поэтому еще в моей практике я думаю, что будут такие работы. Так, это весь масштаб. Здесь работа 60 на 40. Начала я вышивать классическим путем с левого нижнего угла. И вот потихонечку продвигаюсь. Вот что я дошила в отпуске. Такой маленький кусочек. Ну и перебралась, вышиваю я лотос потихонечку. Ну так, работа идет. В общем, показала, рассказала. Это все мои процессы, девочки, за ее месяц. В июле я планирую заниматься тоже активно петухом. Ну и дальше все по настроению. Спасибо за просмотр. Спасибо за вашу поддержку. Я желаю вам хорошего настроения. Ну и, конечно же, до новых встреч. Всем пока. Спасибо. Спасибо.